Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу рассказать вам о важности подкормок растений кальцием. Кальций – это очень важный в жизни растение-микроэлемент. Он делает кожицу плодов более плотной, прочной и, как следствие, более устойчивой к повреждению насекомыми и болезнями. Это во-первых. А во-вторых, благодаря кальцию наши яблоки и груши гораздо лучше хранятся зимой. Ведь этот микроэлемент защищает наш урожай от горькой ямчатости. Это физиологическое расстройство, вызванное нехваткой кальция в усвояемой форме в почве. Дело в том, что кислотные дожди, которые последние десятилетия стали уже обычными, переводят почвенный кальций в очень трудно усвояемую для растений форму, из-за чего анализ показывает, что кальций есть, а по факту растения использовать его не могут. И наша задача – помочь нашим деревьям получить этот важный элемент питания. Как это можно сделать? Существует большой выбор препаратов кальция. Во-первых, это кальцияхлорид. Но мы его не советуем. Дело в том, что плодовые растения и многие ягодные растения очень чувствительны к хлору, который входит в его состав. При его применении нужно четко соблюдать рекомендации к концентрации, иначе неминуемы ожоги. Наилучшим и наиболее доступным препаратом для питания растений кальцием является кальциевая селитра. Кальция, но три дважды. Именно здесь кальций находится в растворимой, доступной форме. Также есть соединение кальция на основе органики, на основе лигносульфоновой кислоты. Это самая усвояемая форма. А также хилатное соединение кальция. Здесь выбор только за вами. Возьмете ли вы широко распространенную кальциевую селитру, либо хилат кальция. Какой основной принцип? Вносить кальций необходимо отдельно от других удобрений. Дело в том, что он может по-разному взаимодействовать с другими макро- и микроэлементами, что скажется как на его усвоении, так и на усвоении прочих. Нужно строго соблюдать концентрацию препарата. И она не должна превышать 1%. Оптимально 0,6-0,8%. Это совсем чуть-чуть. В таком случае растение получит необходимый кальций, и вы не повредите деревьям. Опрыскиваем обязательно в вечернее время, чтобы исключить получение солнечных ожогов или образование ржавой сетки на плодах. У дерева будет целая ночь на то, чтобы впитался раствор с листиков и пошел выполнять свою важную работу. Упрочнять кожицу, делать плоды здоровее, красивее и более вкусными. Более того, из-за того, что кожица плодов становится более жесткой, такие плоды меньше поражаются плодовой гнилью, меньше подвержены растрескиванию и, соответственно, имеют лучшее качество. Особенно важно провести подкормки кальцием для зимних сортов яблок. Именно они чаще всего подвержены горькой ямчатости. И таких подкормок должно быть несколько. Первую мы делаем перед завязыванием, а последнюю незадолго до сбора урожая. И их может быть не менее 4 за сезон. Сейчас очень важный момент для тех, кто не успел еще опрыскать растения нитратом кальция либо хилатом кальция, чтобы провести профилактику горькой ямчатости и прочих болезней наших плодов и получить, соответственно, здоровый урожай. Вот такие нехитрые правила при условии грамотного соблюдения инструкции по применению помогут вам сохранить здоровье деревьям, а также получить хороший, качественный урожай. Процветание вам и вашему саду не забывайте подкормить не только себя любимых, но и деревья микроэлементами. И до новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин